Всем здравствуйте, с вами Сеня. А это моя подружка Аня Чернова и сегодня мы будем делать суперский макияж. Вот этот вот макияж, который вы можете наблюдать на лице замечательной Анютки, сделала я сама своими руками, своими трясущимися руками. Кривенько, косонько, но вот таким образом я крашусь в обыденный, скажем так, день. Ну, постоянно, я не знаю. В общем, это мой привычный макияж. И сегодня Аня будет издеваться теперь уже надо мной. Она будет рисовать привычный для нее макияж на моем висе. Ну, это скорее будет такой вечерний, ближе к вечернему макияж, потому что я хочу на тебе оторваться. Не, ну красные губы тоже не дневной макияж. Ну, я так поняла, что ты так за туалетной бумагой в магазин ходишь. Да, я могу. Я причем люблю накраситься красной помадой с самого утра и в течение дня больше не подкрашивать. Она естественным образом потихонечку-потихонечку смывается. И вот, не знаю, почему так, но мне все вот эти оттенки, такие вот уходящего красного, они мне очень импонируют. Я уже как Дроздовка варю на самом деле. Как Дроздовка варю. Это импонирует. Ну что ж, приступим? Ну что, на тебе сейчас что нанесено? Только тон, да, и брови. Зацените контурирование, которое с тенем не сделано. Тебе что, не нравится? Нет, не все. Особенно матрешите из йоги. Ничего, подожди, сейчас я все тоже сделаю. Так, начну я, наверное, с базы по тени. Это у меня Лорак из палетки Лорак Про. Она шла в комплекте. И я сегодня буду макияж тени выполнять вот именно этой только палеткой. Это моя новиночка, я ее обожаю. И да, я думаю, что эти тени наиболее круто лежат именно вот, как это сказать? Должна сказать, что я вообще не пользуюсь тенями, никогда ими не пользуюсь и не понимаю, зачем это нужно. У меня, ну, как бы, такие нависшие, что ли, веки, век это особо и не видно. И я, мое мнение, что, зачем тратить. Вот нашла. Ката тоже, нависшие веки. Но у меня не видно, глаза открыты, и ничего не видно. Есть девушки, у которых веки прям вот такие огроменные, и там можно красиво все как-то. Как у Крыгиной, да, у нее такие веки, а она вечно на лису из себя стрелки и говорит, Для нависшего века самое оно, а там, я не понимаю, как это такое нарисовать на нависшей веке, да? Я не знаю. Сейчас я нарисую. Погоди. Так, давай, закрывай глазищи свои. Теня мне припудривала веки. Я все буду пальцами сегодня тыкать безборно. Она все извиняла, что изменишься, я все пальцами тыкаю. Я говорю, ничего, ничего. Поднимите мне веки. Нет, закрой. Пусть немного посохнет. База очень хорошая, кстати. Чем она должна пахнуть? Она какая, силиконистая или что-то в этом роде? Нет, она просто такая вот кремовая и на нее хорошо ложатся тени, долго держится и хорошо расшел. Вот это называется бьюти-блогер, который, блин, о каждой мелочи, о каждой фигне что-нибудь расскажет, плюсы-минусы и троллевада. Я же когда себя красила, это фигня, это там такое. А ты про соски, а то неплохо так рассказываешь. Кого? Ну или там про игрушки, про детки. Так, дальше я буду использовать кисть для лайнера и, собственно, лайнер от Мак. Это Сенин, у меня такой же. Давай. Ну, не знаю, может быть, коль... Да я все так трясусь, расслабься, у тебя тоже тряслись. Расслабь глаза, сказала. Я рисую стрелки от Си до Си. То есть от начала до конца, от Си до Си. Крывай. А тебе удобно загнутой пользоваться? Слушай, я вообще разницы не поняла, или она загнутая, или она прямая. Ну, честно, мне пофиг, но там лично проще немного, как я отмела на тебе. Не, на чужом человеке надо обычной, а на себе говорят, что удобнее загнутой. Ну, я не знаю. Не, на тебе удобнее загнутой. Так, чему дальше приступим? Я не в курсе. Приступим калалал. А, мы прорисуем. Мы прорисуем. Вкладку века пушистой кистью и оттенком тау. Ну, да, может, ты ко мне немножко поближешься? К тебе поближу. Ладно, давай, закрывай руки, свои брови немножко поменю. Короче, что я делаю? Прорисовываю складку века, понятно всем, да? Почему? Ну, на самом деле, вот этот свет на моем веке вообще не видит, потому что у меня очень загорелые веки. Ты загораешь веками. Я загораю веками. У меня такое ощущение, что ты мне рисуешь старые брови. Просто чуть ниже моих натуральных. Ну, так и получается, примерно, да. Дальше я беру вот такую скошенную пушистенькую кисть. Беру оттенок потемнее, тоже темно-коричневый. Называется Сейгу. Прорисовываю уголок и немного вытягиваю. Клечка. То есть ты мне скажи, ты так каждый день практически красишься? Или что, я вот с утра встаешь и... Тягачишься. Нет, на самом деле я так крашусь, только в основном по выходным эту палетку достаю, а на работу я просто тупо не успеваю это все навести. И дома делаю только тон, полностью лицо, а глаза докрашиваю уже на работе. И на работу я ношу маленькую такую палеточку от Сейгу. И немножечко, там, пару кистей. Вот замороченная баба. Чтобы я на работу таскала палетки. Ну ты не работаешь, иди молчи. Но даже когда я работала, чтобы я это делала, это ужас. Что должно произойти? Вот серьезно, кто из вас работает? Напишите, пожалуйста, в комментариях, вы такие же замороченные по макияжу, как и вот девушка, которая меня красит. Или что вообще? Это нормально, что человек таскает там целые палетки, кисти или на работу? Ну не палетки, ну там всего два оттенка. Ну ты сейчас мне так говоришь, а на самом деле может там целый, знаете, косметический такой чемодан. Афейн это профессиональный... Да, Эко-тулс, что тут? Эври-дэй-минералс, Бделиум-тулс... А в чем прикол профессиональных кистей? Риэл-техник такие, более-менее еще нормальные. Ими, кстати, даже Линда Халберг пользуется. Не знаю, кто это. У меня тут подгузники, пеленки, ну вот мои друзья. Сейчас я немножечко возьму, светом посветлее и растушую чуть-чуть. И это все делаю. Так, теперь тепло-коричневым. Ну что, у меня теперь мои маленькие глазки стали еще меньше? Так, теперь беру плоскую кисть и наношу тоже в мату. Кстати, это были все матовые оттенки. Все из верхнего ряда палетки. Матные оттенки. Наношу кремовый оттенок, он так и называется. И, наверное, удивитесь, почему я так странно делаю. Сначала стрелки рисую, потом тенями мажу. Вот так. Все по-своему красятся. Ну, я вот так. Некоторые сначала, вот это вот, тоже совсем странно. Сначала ресницы себе намажут, да, а потом начинают уже сверху мазать всякими тенями. Я так очень часто делаю. Только не с тенями, а с подводкой. Это еще ничего, ну, понимаешь, когда сверху на ресницах тенями навалено густым слоем, ну, это как правило. Потом еще раз подкрасить ресницы, и все, окей. Ну, все равно не то, что-то. У меня стрелки всегда зависят от того, какое настроение и как трясется рука. Так, и немножечко добавлю light pink цвет. Чуть-чуть розоватый. Я так поняла, что тебе очень нравится такой цвет. Мне? Ну, ты видишь, что мне розовым что-то там... Да потому что единственный карандаш у меня, который есть у светлых. У меня есть еще белый, но мне показалось, что белый тебе не подойдет. Ой, что, видала, как светит. Ух, да, как мамочка обнимает. Все, тебя тоже подкрасить, да? Тебя тоже подкрасить. Там. Что мы сделаем? Возьмем кремовым оттеночком и... Брозики не поднимем, наверное. В смысле, брови поднимешь наверх? Ну, как бы тебе немножечко... Да, это как бы визуально... Ползет в бровь. Знаешь, некоторые скотчи могут так вот... Так, и вернемся к темным оттенкам. Решила я тебе добавить эспрессо своим глазам. Слушай, сколько там оттенков? У меня там, по-моему, радуга какая-то какашечная. Молчи! Сюда еще не хватает зеленой яркой помады, синих щек. Я в уголок глаза. Ну, немножечко так. Ой, я прям тебе подводку сделаю. Как я смогла. Вот это профи. Вот это профи. Вот это я даю. Хвостушка. Вот это я профи. Что она там сделала, а? Скажите мне, что, что, что? Так. У него быть белый. У него в уголок. Вот такой вот нюдовый, блестящий оттеночек тебе сейчас на все подвижное веко. Зафигарю. А что, ты разве на подвижное веко еще ничего не наносила? Наносила подложку. Господи. Подложка, ложка, переложка, заложка, выложка. Куда я с таким макияжем пойду? На хвалиту. На чью-то. На твою? На мали. То есть мне не мыться до следующего лета, да? Или когда вы так собираетесь? Да. Ну, не знаю, как соберемся. Я тебе сообщу, когда мне можно будет подмяться. Не, ну с горбинкой. У тебя с горбинкой? Да. У тебя маленькая горбинка. В этом случае, я тоже ловлю горбинку. Возьму Real Techniques Base Base Shadow Brush и хайлайтер от Mimimi. Архангел. Это вообще для бровей. Но я вот эту штуку для бровей использую как хайлайтер. А то под бровями она как новогодняя елка. В любом деле, в любом макияже важна яростная растушевка. Больше хайлайтера. Больше. Я тебе более того скажу. Раньше я вот этой хренью не пользовалась. Я пользовалась румянами именно на этом же месте. И не парилась. Вот реально. Приходили красивые. Нас любили. Так. А сейчас паримся как козы. То есть это контурирование, потом паутень, потом хайлайтер, потом румяшечки на яблочке. Раньше вообще на Майзюкову пошла. Все, я крашусь их. Рыжая, рыжая Сенечка. Сказали, бей, я тебе нанесу своей любимой писью беличьим хвостом. Бедная синтетическая белочка. И румяшки от Ева Мозаик. Они очень дешевые, но они офигенные. Они долго держатся. И они... У них такой вообще, не знаю, цвет 07. Изготовлены из итальянского сырья. Это какое-то такое итальянское сырье. Сырье. Они немножко с хайлайтером. И они делают щечки такими выпуклыми, кругленькими. Объемные. Видите? Растут на глазах щеки. Щеки. Сейчас они это. Так, помада у нас будет. Нюдовая. У меня губы всегда нюдовые. И у меня это... Всегда. Моя девушка с красными губами. Это первый раз. В оттенке кауш 503. Самое главное. Самое главное. Надо посмотреть, как это все выглядит. Накрасить ресницей. Ага. Не, мне очень непривычно. Я как этот. Так кто? Прости, господи. Прости, господи. Мне один раз сделали макияж. Профессиональный визажист. Я рыдала полдня. Я просто пошла вот это все с мылом вот так умыла. И я думаю, господи, как ты смогла мне даже вот в разные стороны в крови-то нарисовать. Откуда у тебя руки-то росут-то, господи. Вот, оцените, как я Синю накрасила, как она меня накрасила. Какие мои красотки. В общем, вот такой вот макияж мне очень сделала. На самом деле, мне дико непривычно. Я вообще впервые вот так вот выгляжу. У меня пока смешанные чувства. Не знаю, что сказать. Но обязательно переходите на канал Анечки. Посмотрите видео о том, как я ее малевала. Если это можно так назвать. В общем, будем очень рады, если поставите пальчик вверх этому видео. Что еще? Пишите комментарий, понравилось вам или нет. Да, очень интересно ваше мнение, потому что взгляд со стороны это всегда очень интересно. Ой, очень интересно. Я тут это волосы поправляю. Тебе понравилось? Скажи. Мне-то. Мне... Нет, мне... Ага, ага. Что такое? Подойди к мужу и спроси, что он тебе сказал. Мне? Мне Дима сказал, что у меня большой рот с этой помадой. Про глаза ничего не сказала, про молча А мне кажется, что у меня макияж кореянки